Сегодня у нас будет очищающая терапия Первое. Эта терапия очищает наши сосудики, все сосудики, которые имеются Это и кровеносные сосуды, и лимфосистема у нас, и другие сосуды, и сосуды внутри мышцы Также этот рецепт оздоравливает организм Это эликсир Конечно же, чтобы хорошо работал этот рецепт, необходимо данное время, когда вы будете его принимать Сесть на какую-то разгрузочную диету Это может быть просто малокалорийная диета Сейчас я быстренько пробегусь по диете, по рекомендациям питания А в конце я расскажу быстренько о рецепте Он очень короткий, поэтому досмотрите видео до конца И вы узнаете все мои тайны Как я сбросил 7 килограммов и еще очистил свой организм То есть все, что вы кушаете Исключаем плохие продукты И кушаем в два раза меньше Вот это и есть разгрузочная диета Например, я сейчас сижу на диете Уже третью неделю Потерял около 7 килограмм Ничего такого страшного я не ем Я имею в виду не голодаю Я ничего не делаю Придерживаюсь нескольких правил Давайте я быстро расскажу Как более эффективно работать с этим рецептом Применяя и диету Главное правило Первое правило Вечером после 6 часов мы не кушаем Если вдруг вы приезжаете с работы в 7 часов Максимум в 7 часов Тогда ложиться вам надо где-то в пол 11-го в 11 Желательно не пить и воду Это главное правило Второе правило Исключаем из своего рациона В этот период Сахар Полностью исключаем Мед тоже не годится Дальше Хлеб Все, что связано с мукой Ну, первое, это хлеб И второе, это печенье Это вообще супер запрет Если хлеба можно еще съесть Один раз в день Маленький вот такой кусочек Ну, если не в моготу То всякие там пирожные и так далее И так далее Полностью исключаем Дальше Исключаем жирное мясо Идеально есть Идеально Грудка Куриная Без кожи Чистая Куриная Грудка Кстати, ее можно есть В нормальных количествах Так как В вареной Отварной Грудке Содержится Всего 120 Килокалорий Представляете Сколько это мало Это практически Как Две дозы огурцов Дальше Ну, конечно Копчености Там всякие Колбасы Малбасы Это тоже Все Исключаем Пьем побольше Водички Пьем чай Зеленый Без сахара Кушаем Грудку Кушаем Все Отварное Можно кушать Отварные овощи Это морковь Кроме картофеля Кстати Кроме картофеля Это морковка Это капуста Капуста Может быть Абсолютно разная Там как минимум Есть Четыре вида капусты В супермаркетах Сейчас продаются Наборы Такие Там капуста Там Не знаю В общем Все там есть Овощи Это тоже Все подойдет Смотрите на калории Они есть Разные наборы Есть небольшим Количеством Калорий Где мало капусты А есть Например Там где Картофель Есть Там больше Калорий Вот это подойдет Каши Каши Отварные Каши Можно с солью Но желательно Без масла Рисовая Гречневая И овсянка Применяем Применяем Это яблоки 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 Желательно Кисло-сладких Сортов Если у вас нет Проблем Вообще С желудком Там ни гастритом Ни язв Никогда ничего не было Можно даже Использовать Яблоки Более Кислые Но если Есть сомнения Значит Используем Кисло-сладкие Яблоки Чисто-сладкие Яблоки Мы не используем Итак Просто каждый день Надо иметь Небольшое количество Яблок Очищаем Их от шкурки Очищаем Надо иметь Соковыжималку Или что-то еще У кого нет Соковыжималки Выжимаем Вручную Натираем Яблочное Яблочное Пюре И вручную И отжимаем У кого есть Соковыжималка Значит Один раз Утром После пробуждения Натощак Как можно Дальше от еды Час-полтора Это идеально Выдавливаем Себе Один стакан Любой 200-250 300 мл Сока Желательно Без мякоти Отжимаем Чтобы был Чистый Свежевыжатый Яблочный сок Дальше Второй ингредиент Он Всем известный Но достать Его трудновато Особенно в городах Это крапива Сейчас Весеннее Летний Осенний Период Крапива С самого В принципе Мая Растет До осени Поэтому У кого У кого Там Где-то Рядом Вы увидели Крапиву Кто живет В селе Кто живет В своем доме Кто живет На даче В общем У кого Есть где-то Рядом Крапива Конечно же Не в городе Как у меня Вот здесь За окном А где-то Хотя бы В посадке И так далее И так далее Вам каждое утро Нужно Немножко Крапивы Можно Крапиву Недолгое время Хранить И в холодильнике Ну например Если вы Где-то Далеко Брали Крапиву Например Поехали в посадку И нарвали себе Крапивы Можно нарвать Там килограмм Два Крапивы Положить ее В холодильник Она какое-то время Там до недели Может храниться В холодильнике Берем Каждое утро Отрываем Крапиву И надо Выжать С нее Немножечко Сока Всего 10 От 10 До 20 Миллилитров Сока Просто Небольшой Пучочек Берем Отрываем Крапивы Моем Его И Отжимаем сок Отжимать можно Как угодно Это специальные Соковыжималки Это вручную Можно Как-то еще В общем 10 Максимум 20 грамм Можно отжать Однозначно Даже через марлю Отжимаем 10 20 Миллилитров Сока Свежевыжатого Крапивы И Его Добавляем В наш Свежевыжатый Яблочный сок Все хорошо перемешиваем И Утром Натощак За час До еды Выпиваем Все Час не кушаем Делаем зарядку Любые свои мероприятия Утренние И так далее Через час Лучше полтора Можно покушать Такую терапию Идеально Выполнять Где-то 20-25 дней Каждый день Только Утром Выполняйте Все мои рекомендации По Питанию И Будете Здоровы Восстановите Силы Организм Укрепиться И Очиститься Вот такой Отличный Рецептик Для вашего здоровья Эликсир Я сегодня Вам И победил До встречи На новом канале Не болейте И пока Всем Удачи И мир Вашему Дому Субтитры